Воскресенье И вот сегодня я хочу продолжить о покое, о том, как войти в покой, и как оттуда вообще не выйти. Как к евреям 3.19 говорится, и так видим, что они не могли войти за неверием. Вы знаете, как еще, если напомню немножко прошлое, воскресенье, мы с вами знаем, что Бог сотворил все до седьмого дня, к седьмому дню, и все уже сотворенное, начался покой. Знаете, о чем это говорит? Что каждый следующий день уже Богом был сотворен. Не только вот эти семь дней Он сотворил, и все, Он сотворил и на будущее. Если вы помните, я уверена, что вы помните, как говорил Давид в Псалме, что все дни Его записаны в книге у Бога, которых еще даже не было. Почему я говорю вам это? А вот подумайте, что я хочу этим вам показать? На основании даже этого можно иметь покой, потому что все дни Богом определены. Чтобы вы не видели сегодня своими глазами, а вы должны знать, Богом все дни определены, Он вас не оставил. Ну вот давайте поразмыслим. Может ли человек пребывать в покое, если он потерял веру? Если у него начались сомнения? Там, где есть сомнения, там уже есть беспокойство, уже есть неуверенность, там уже потерян покой, в сердце нет покоя. У человека, который поддался сомнению, в разуме начинается что? Прокручиваются всевозможные варианты, выходы. Оказавшиеся в этой ситуации, как выйти, потерян покой. Там, среди вот этих вот всех мыслей, что пробегает? Неверие. Неверие, сомнение, недовольство, ропот. Обиды бывают и на Бога, и на судьбу, и на что хочешь. Бывает гнев. Потому что утерянный покой, это утерянное доверие Богу. А утерянное доверие Богу, уже само по себе, что являет? Недовольство им. И ропот против Него. Вспомните, как народ роптал в стыне. Бог говорит, они постоянно ропчут против Меня. Даже если ты не выражаешь это вслух, то внутри тебя это недовольство прокручивается. И ты уже не в покое. Это уже не называется, что ты в покое. Доверие Богу, у тебя мир на сердце. Вот как может такое случиться? Что человек сам по себе выходит из покоя. Вы знаете, что Павел, он посланник евреям, отвечает на этот вопрос. Я хочу, чтобы мы с вами прочитали. К Евреям, 3 глава, 10-13. Здесь есть ответ. Посему я, это Господь говорит, вознегодовал на он и род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем. И теперь слушайте причину. Не познали они путей Моих. Непрестанно заблуждаются сердцем. Почему? Не познали путей Моих. Посему я поклялся во гневе Моем, что они не войдут в покой Мой. Только обратите внимание, насколько Бог серьезно относится к тому, что человек не познал Его путей. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного. дабы вам не отступить от Бога Живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. И теперь мы с вами увидели, что если кто-то не познал путей Божьих, он начинает заблуждаться. Своим сердцем начинает заблуждаться. Вы знаете, что есть два варианта. Один — это ходить сердцем путями Божьими. И тогда ты в покое. Второй вариант — это заблуждение. Когда ты усомнился. Когда сердце начинает ходить лукавыми путями. Когда ты ищешь уже выхода, там уже присутствует вот это лукавство. Неверие. Второй вариант невозможно назвать путем веры. это путь неверия. Поэтому Павел и говорит, что они не вошли из-за неверия. Неверие вызвало в них непокорство. Ропот, бунт. вот только верой возможно ходить путями Божьими. А пути Божьи, они прямые. Потому что это истина, она не может быть кривой, она прямая, это истина. И тот, кто верит, он послушный. Это путь послушных. А неверие сбивает человека с прямого пути на своей дорожке. Если у веры путь прямой, у неверия появляются пути неверные, кривые, лукавые. Вот почему Иоанн Креститель цитировал слова Исаии. Когда он говорит, что Исаия говорит глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь к Господу. Прямыми сделайте стези ему. Кому говорит, прямыми сделайте. Тому, у кого пути кривые. Уже свои дорожки. Всякий дол да наполнится. И всякая гора и холм да понизятся. Кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими. Хочется сказать, и тогда узрит всякая плоть спасения Божьей. То есть, когда узрит, когда будет идти прямыми путями, вот тогда ты увидишь Господа. А если будешь ходить лукавыми путями, кривыми путями своими, не увидишь Господа. Знаете, что вера всегда испытывается послушанием. Если ты видишь, что человек послушный, ты можешь сказать, что он верит. верит тому, кто сказал. И верит тому, что сказал. А неверие всегда говорит напротив. Всегда восстает против того, кто сказал, потому что он не верит ему. Если усомнился, начинает говорить напротив. И вот так и получается, что говорят напротив Бога. Каждый человек попадается под сомнение. Каждого атакует сомнение. Нет человека, которого бы не атаковало. И у всех веру враг атакует сомнением, стрелы посылает. Это духовная битва. Но не только. Вы знаете, что и на физическом уровне атака выражается через разные обстоятельства. И не стоит думать, что только вот там, внутри, где-то в сердце идет сомнение. Что это только духовный вопрос. Нет, оно бывает выражено нашей жизнью бытовой. В обыкновенных проблемах. Богу надо доверять во всем. Не только в духовном. Вот я иду, потому что я верю, вот так вот я молюсь. Но я верю, и когда плохие обстоятельства вокруг меня и со мною. Как мы строим нашу жизнь на вере или на сомнениях? Как мы встречаем проблемы? верой или сомнениями? Верим ли мы, что мы, Боги и Бог, все уже усмотрел? Вот мы посмотрим с вами сейчас один пример. Когда ученики и с Иисусом вместе плыли в лодке. И сделалось великое волнение в море. Прочитаем это место. И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море. Вы понимаете, не маленькие волны, великое волнение на море. Так что лодка покрывалась волнами. А он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали, Господи, спаси нас, погибаем! И говорит им, что вы так боязливы, маловерные! Потом встав, запретил ветру и морю, и сделалась великая тишина. Как по-вашему, оставались в этот момент, когда были великие волны, великое волнение в покое. Когда волны захлестывали лодку, они были в покое, потому что с ними Иисус? Иисус вместе с ними в лодке спит. Но они потеряли покой. К ним пришло сомнение. Они подумали, что могут погибнуть вместе с Иисусом. Вообще, вот сейчас видите, насколько это все абсурдно. Вы, верующие, и я тоже в том числе, мы всегда говорим «Господь внутри нас». Иисус внутри нас. Он с нами, мы с Ним. Но стоит прийти к каким-то проблемам, и почему-то мы думаем, что мы погибаем вместе с Иисусом, или что Он уходит в этот момент. они вышли из покоя. Почему? Потому что смотрели, что происходит буря вокруг и в лодке. А когда смотрели на Иисуса, то видели, что Он спит. Понимаете, как важно твое видение? Что они увидели? Они увидели, не увидели, что Он в покое. они не посмотрели, но если Он в покое, и я должен быть в покое, значит, все будет хорошо. Они не увидели, что Он в покое, потому что Он доверяет Отцу, и мы должны доверять Ему. И просто довериться. Но они начали волноваться. Почему? Забыли, что Богом все уже давно определено. И каждый день уже определен. Им было определено, что они будут на другом берегу. Но как часто мы видим как бы Бога спящим. Нам кажется, что вот Он не видит Его. Надо разбудить нашим криком, нашим воплем. Мы попадаем именно в такие обстоятельства, в такой неверии, когда нам кажется, что Бог не замечает, Бог упустил что-то. Нашу лодку трусит, а Бог спит. Но это ошибочный вариант. Это ошибочно. В это время мы просто выходим из покоя Божьего. мы попадаем в сомнения, которые не дают нам двигаться, как мы двигались. И тогда появляется и ропот, и недовольство, и плач, и все остальное. И многие начинают искать своих путей. вместо того, чтобы идти путем прежним, начинают кривыми путями ходить, потому что ищут своих путей. Иисус назвал это очень интересно. Он сказал боязливы маловерные. Итак, что мы с вами видим? Что неверие, сомнение это неверие приводит человека к тому, что он становится маловерный. С одной стороны, слово маловерный это человек, у которого мало веры. то есть недостаточно веры Богу. Но с другой стороны, маловерный это значит маловерен Богу. Это гораздо страшнее. Такому человеку может ли Бог доверять? Потому что он маловерный. Вы знаете, как человек часто ломается из-за обстоятельств? Если даже мы не всем можем доверять, потому что видим, что на него нажмешь, и он уже ищет путей. Так как может Бог доверять такому человеку? Вы знаете, Лука записал слова Иисуса в 16.10 верный в малом и во многом верен будет. А неверный в малом неверен и во многом. Итак, доверять можно тому, который даже в малом верный. а тот, который боязлив и маловерен ненадежен. Ненадежен для Царствия Божьего. Как написано, неблагонадежен. Вот как обидно оказаться в таком положении. Я знаю, что ученикам пришлось утверждаться в вере. Прошли путь. прежде чем они стали служителями Нового Завета, они утвердились верой. Никто не сможет быть служителем Нового Завета, если не будет утвержден и укоренен верой в истинности Его посланием. А Его послание это Его Слово. Если ты не укоренен в Его Слове, не веришь Ему, не доверяешь, ты не можешь быть Его посланником, Его служителем. О чем говорит Слово Бога? Опять обратимся к Евреям 13, 5, 6. Это Бог сказал. Как можно подавать сомнению, это Бог сказал. Не оставлю тебя и не покину тебя. Я хочу, чтобы эти слова врезались в вашу память при всяких обстоятельствах, которые вам кажутся конец. нету выхода, безвыходное, чтобы вы повторяли слова Бога, которые обращены к вам. Не оставлю тебя и не покину тебя. и он говорит, так что мы смело говорим. Господь меня помощник, не убоюсь. Что сделает меня человек? Вы представляете, если вы будете иметь такую веру? Тогда действительно не убоюсь, что сделает мне человек. А почему основа это Слова Бога? Бог сказал, не оставлю и не покину. Иисус не выпрыгнул из лодки. Он в лодке оставался. Мы должны оставаться в этой лодке вместе с Иисусом. Мы должны оставаться в покое. Мы не можем быть боязливыми и маловерными. Потому что они никогда не устоят в искушениях. И в покое они не находятся. У них шаткое состояние. Для того, чтобы находиться в Божьем покое, мы должны быть уверены в Боге. Мне хочется, сказали вы, кто из вас уверен в Боге. Сами себе скажите, вы уверены в Боге. Вы верите в Его любовь? Если вы верите в Его любовь, тогда верьте до конца. Вот почему Павел сказал очень интересные слова. Это немножечко длинноватое слово, но я хочу его прочитать. Кримлянам 8, 30, 39, 9 стихов. А кого Он предопределил, тех и призвал. Если Бог вас призвал, значит Он вас предопределил. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? То есть если вы призваны, уже Бог за вас, то кто против вас как бы не боролся, как бы не сражался? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам всего? Возможно ли такое? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их? Кто осуждает? Христос Иисус умер и воскрес? Он иодеснуя Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь? или теснота? Или гонение? Или голод? Или нагота? Или опасность? Или меч? Как написано? За Тебя умершляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все преодолеваем силою возлюбившего нас. Самое главное, что Он говорит, ибо я уверен. Я как хочу, чтобы мы все могли сказать я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе и Господе нашем. Имейте такую веру. Имейте такую веру и будете пребывать в покое. Это даже трудно сказать вера, это уверенность. Как сказал Павел, ибо я уверен. И она вот эта уверенность дает силы. Не обращать внимания на то, что происходит вокруг, потому что Бог силен все обратить во благо. И во всякой тряске стоять ровно, не сгибаясь под обстоятельства, не терять покой, не сворачивать налево или направо с Божьих путей. Тот, который верит, кто уверен в Божьей любви. Наш покой только в вере. Только верой мы можем стоять в покое, войти в покое и стоять в покое. Как сказал Павел? Что они не могли войти из-за неверия в покой. Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем. Но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верой слышащим. А входим в покой мы уверовавшие. так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой моем. Еще раз обратите внимание, хотя дела его были совершены еще в начале мира. Вы понимаете, что все совершено еще в начале мира. каждый ваш сегодняшний завтрашний послезавтрашний день Богом уже совершен. Поэтому уверенно входите в каждый день, прославляя Бога, зная, что этот день благословил Бог для вас. Этот день сотворил Господь. Радуйся и веселись. даже несмотря на то, что вокруг тебя. Потому что даже через эти трудности Бог тебя проведет и выведет. Для чего? Для того, чтобы прославить. Ты же Божий. И тут Павел опять говорит о том, что Бог уже все совершил еще в начале мира. Какая у Бога любовь к нам. просто надо ей доверить. Мне нравится, как апостолы сказали, мы познали любовь и поверили в нее. Если вы верите в его любовь, вы будете ему доверять. Ей надо доверять. Любви Божьей надо доверять. Это значит ходить его путями. Потому что только его пути являются путями Божьими. Путями любви к нам. Не столько к ним, к нам. Он создал для нас пути. Это его любовь к нам. Из любви к нам. Для каждого совершенный путь. В жизни. Потому что любит. Даже когда нам это не кажется так. он заботится о нас. Даже когда у нас очень тяжкие обстоятельства и мы думаем, что Бог оставил. Нет, это его забота. Это часть его плана. Как написано к римлянам 8 28. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению все содействует ко благу. Вот эти стихи, если вы верите, что это Бог сказал, пусть хранят вас в покое Божьем, в полном доверии Ему. Доверьте, как говорил Давид, пути свои, и он совершит. Даже если вам кажется, ну не может он, он совершит. Он все обратит во благо вам. Когда глянетесь назад, скажете, да, а я так боялся. Я свидетель тому, сколько чего я прошла страхом. Держалась за него даже зубами, чтобы только не отпасть. и он проводил и выводил. Там, где казалось, это или пропасть, или стена. Стены разрушались, а над пропастью появлялся мостик. Вы знаете, что мы иногда называем благом то, что вредит нам. а истинное благо не принимаем. Потому что его благо иногда ранит наше эго. И происходит внутри нас разделение духовно-сдушевно. Мы это не любим. Нас это не устраивает. Поэтому нам кажется, это не благо. то, что приносит нам временной боли, мы не называем благом. Даже огонь искушения нам во благо. Потому что нас переплавляет как золото. Мы считаемся золотом для Господа. Но для того, чтобы из золотой руды появилось золото, и чтобы из золота потом создать великолепное изделие, золотнику приходится обрабатывать. Расплавлять, переплавлять, ковать. По нему стучать, шкурочкой проходить. Если так разобраться, кажется ли это кусочку вот этого золота, что это благо для него. Наверное, ему кажется, это слишком жестоко. жестокое обращение со мной. Сколько раз я слышу, почему это со мной случилось, почему это со мной? Да потому что ты золото. Потому что тебя Бог любит. Если не любил, не трогал. Лежи как булыжник. Но тебя Бог любит. Потому что ты золото. Ведь если ты золото, Бог будет обрабатывать тебя. Однако пока этот процесс идет, то этому золоту так не кажется. Но зато потом оно становится прекраснейшим. И становится настолько красивым изделием, что все потом любуются. Каждый хочет его приобрести. Только доверие золотнику сделает такое. из из этого кусочка прекрасное. Это делает Бог. Из нас Он сделает прекрасное, когда мы Ему доверяем. Вы знаете, что покой это самое ценное качество. Оно определяет нашу веру. Оно определяет наше доверие Богу. Наше послушание Богу. А это все определяет наше отношение с Богом. Если мы верим Ему, имеем отношение с Ним, ходим Его путями, мы воистину верующие с большой буквы. И Моисей однажды просил, покажи мне пути Твои. Открой мне путь Твой, дабы я познал Тебя. Для чего? Он хотел приобрести благоволение в очах Господа. И он хотел приобрести это благоволение и говорил помыслить, что сие люди Твой народ. Господь сказал, сам я пойду и введу Тебя в покой. Моисей искал Его путей, чтобы приобрести благоволение, чтобы ходить Его путями, а Бог ему сказал, я сам пойду с тобой и введу тебя в покой. Но мы с вами знаем, что Моисей в землю обетованную не вошел. Что, не исполнил Слова Бога? Что, Бог сказал и не сделал? Сделал. Моисей вошел в покой. Вот он тут в покой. Не земля, это покой, потому что в этой земле мы знаем покой и посиденье. Это только образ. Но Моисей вошел в покой Божий. И Бог повел его в этом покое. Вы представьте себе, если бы у Моисея не было покоя, и он вел миллионный народ за собой. Как бы он его вел? Сам был бы в сомнениях, сам был бы в пропоте, сам был бы в недовольствах, но он своим покоем вел народ. Он постоянно верил, он свою жизнь доверил, и весь этот миллионный народ верой вел. Так что он был в покое. Он Бог вел его в покой. Тот самый, который обещан нам, в который мы сейчас с вами хотим войти, может быть, уже кто-то вошел, кто-то хочется сказать, входит и выходит, войдите и оставайтесь в нем, оставайтесь в Божьей любви, доверяйте ему. Те цитаты, которые я сегодня вам говорила, я говорила вам из слов самого Бога, укрепляйтесь ими, укрепляйтесь, когда вам трудно, исповедуйте их пред небесами и пред небесе тоже, исповедуйте, что вам все ко благу, что Бог не оставит и не покинет, что Бог вас ведет и выведет, что буря успокоится, не теряйте покой, никогда и ни при каких обстоятельствах, я вас на это благословляю, я хочу, чтобы всегда ваши личики сияли, что бы вокруг нас ни происходило, Бог любит нас, а если Он любит нас, все ко благу, и все обратит во благо, вскоре, вскоре, даже если чуть-чуть потерпеть придется, наберитесь вот этого терпения в вере, будьте благословенны, моя любимая церковь, мастер-черкш.